Пять школьных вопросов? Отвечаете правильно, получаете денег. Хорошо. А сколько денег? Он обещал по пятерке каждому. Почему князь Руси все вот большое гнездо получил такое прозвище? Без понятия. Построил дом какой-то большой. Близко, очень близко. Для кого? Для птиц. Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели! В эфире передача «Вопросы за бабосы». Это канал Негодяй ТВ, и я несменный ведущий Евгений Ширяев. Рядом со мной сегодня стоит Александр, который заменит меня и будет вместо меня людям вопросы сегодня задавать, потому что у него есть в кармане деньги, а у меня их сегодня нет. Вон тот хрен, так это некрасиво. Вон тот молодой человек, может быть, его окучим. Короче, я буду просто подсказывать людям. Здравствуйте, молодой человек. Извините, что так напали на вас. Да, да. Зададим пару вопросов. Просто для YouTube-передачки. Они школьные вопросики, простенькие. И денежку заплатят. Хорошо выглядите? Не надо уговаривать. Если ты видишь по лицу, что он такой вялый, Ага. Не надо. Школьные вопросы, пять штучек. Отвечайте правильно, получайте даже денежку. Приятный бонус. Это школьные вопросы, наверное, такие. Какой частью речи является в русском языке буква Я? Какой? В смысле, какой? В русском языке есть частью речи. Последняя буква лафавити, да. Последняя буква лафавити, да. А что? В части речи есть глагол, существительное, да, там, наречие, прилагательное. Если я подержу колбаску. Ну, не знаю, я там, не знаю, как-то. Ну, по-русски не знаю, как-то частью речи. Как, причастие, да, там, или как-то, где ей причастие, да? Да, я типа. Причастие, где ей причастие. Причастие, может. Причастие? Да. Что? Я просто держу вам микрофон. Хорошо. Ну, да, причастие, да. Причастие, да. Еще какие-то варианты? Местоимение. Да, местоимение, да. Блестяще. Вопрос следующий. Как звали любимую собачку, главного героя рассказа Чехова? Муму. Блестяще. Вы даже не дождались окончания вопроса. За что утопил Муму? Конечно, конечно. Третий вопрос по математике. Математика как? Ну, так, тоже. Сколько нулей нужно дописать к единичке, чтобы получился миллиард на бумажке написано? Миллиард? Да. Девять. Ты понял, да? Понял, как надо сидеть? Понятно. Все, держи микрофон. Вот эта вот игра должна быть постоянно. Игра туда-сюда. Если ты говоришь, я говорю, вы говорите, я говорю. Вы новенький на работу. Прикольно. Сегодня первый день. История интересная. Саша. Саша. Да. Будет у тебя кличка. Директор. Позвольте. Давайте. Директор негодяй-то вы. Очень приятно. Четвертый вопрос. Что за это? Вот видишь. Что за это? Ран-севи, Мон-севи. Что за это? Ран-севи. Абсолютно. Вы чему или как? Выран с первого звука. Угадывайте ситуацию. Елотить, хватит. Елотить. На микрофон. На микрофон. Я понял. Как в древнем Египте, что в древнем Египте, точнее, являлась гробницами фараонов? Ну и царкофаги, которые там как-нибудь. Ну пирамиды хиперамида. Пирамиды блестящие. Абсолютно точно. Пятый вопрос касается географии. География, география. География, какая прикольная история. На скольки черепахах стоит земля? Понятно, да. Было исследование, что на трех черепахах. На трех черепахах. Денежку. Спасибо, да. Успехов, удачи. Мы спрашивали, как вас зовут? Петр, Петр. Только мы спрашивали или нет? Нет, не спрашивали. А, ну хорошо. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Ну, у черного любые спросите, как он ответит. У кого? У черных, у черных. Это достаточно черный черный. Вы имеете в виду у негров? Нет, какие черные? Это черные, узбеки, таджики. Вот эти черные, которые приезжают в Россию и которые перебивают. А, вы расисты? Вы расисты? Нет, почему расисты? Я из Гонконга. Я из Гонконга. В Гонконга, да. И что вы меня, погоните метло, что ли? Из Гонконга. Ты же русский? Нет. Я просто хорошо все выучил за эти полтора года. Ты русский какой-то Гонконг? Нет. Ну как нет? Ты же Гонконг родился? Там родился всю жизнь, мать-отец, все Гонконг. Мы погнали. Ну, если все погоним, родители. Просто интересно. Тогда и в Ри Баде. Да. Рассказал. Евгений. Саша, очень приятно. Да. Я здесь на подтанцовочке. Ага, классно. Пять школьных вопросов. Отвечаете правильно, получаете деньги. Хорошо. А сколько денег? Это останется интригой небольшой. Понял, хорошо. Чтобы была какая-то мотивация, да, отвечать на вопросики. Хорошо. Да? Он обещал по пятерке каждому. Нормально. Погнали. Здорово. Такой настрой боевой. Смотрите, первый вопрос по русскому языку. Что с русским языком, как? Да нормально. Владеете? Владею. Блестяще. Подберите тогда любой антоним, к слову, привлекательный. Отвратительный. Супер. Еще? Корявый. Непривлекательный. Блестяще. Второй вопрос по литературе. Так. Я, если что, могу подсказывать. Я здесь для... Внимательно. Внимательно. Куда отправился доктор Айболит лечить зверей? О, по-моему... В Лимпопо. В Лимпопо? Ну да, по-моему, сказка так и называется. Сказка, да, именно? Ну, не сказка, рассказ. Ну, это еще изначально школа. А кто написал? Может, вы даже знаете? Вот не помню, честно. Композитор. Композитор. Не, серьезно. Ну, у вас, мере, теперь положить, может быть, Маршак. Нет? Композитор. Чайковский. Чайковский. А есть другой. Да. Щук и Гек. Точно, я знаю. Я буду подсказывать. Супер. Формат ритуального у вас передачи. Чайковский, Щук и Гек. Вот. Отлично. Стихи писал. Детские. Ну да. Кто? Докрутить. Чайковский, Чук и Гек. Докрути Ребус. Евгений. А, то есть, это еще пока не ответ, да, получается? Неправильно. Я же просто подсказываю. Вы знаете, ну, давайте следующий вопрос. Да, конечно, перейдем к математике тогда. Не, не, подождите. Надо разбираться совсем. Надо так по-другому. Ну, получается, не ответил. А, так, ну, сколько там, 50 тысяч рублей? Несколько тут. Ну, ладно, хрен. Спалил всю контору. Так, давай, имя человечек. Корней. Чайковский. Как еще раз? Чайковский. Чайковский. Корней Тарасов. А кто это? Брат. А, как там другого Тарасова? Слушайте, вы... Брат другого Тарасова. Серьезная передача. Мы серьезные люди. Еблокарю. Просвети, занимаемся просветительской деятельностью, по факту. Следующий вопрос математический. Готов? Так. В каждом углу комнаты сидит по экскурсоводу. Каждый экскурсовод смотрит на трех, точнее, видит трех экскурсоводов. Сколько в комнате экскурсоводов? Надо посчитать. Еще раз. Если он видит трех, мне каждый из них... Исторический вопрос. История, как учился? Где учились вообще? Расскажите нам тогда вкратце. Где дают такие блестящие знания? В школе, как и везде. Потом Международный банковский институт закончил. Ну, вот здесь учусь. Продолжаю. Сейчас работаете банкиром? Нет, к сожалению. А может быть и к счастью. Тогда перейдем к вопросу. Какой император Российской империи в 1861 году отменил крепостное право? В 1861 году? Это в этом же году метропом открылось в Лондоне? Через четыре года. Или может быть крепостное право еще не отменено? Нет, то, что в 1861 году отменили, это точно. А вот кто это сделал? Розенбаум. Посмотрите на меня. Розенбаум. Может быть, Александр Третий? Просто хотел пожать ему руку? Правильно же? А, нет, неправильно. Давайте так, это как третий, только на один пониже, на один поменьше. А, ну, второй, значит. А где третий отличиеся? Чем-то лезет третий, потому что, ну... А третьего, а Александр Третий как называли? Александр Третий как называли? Вот у него была, погоняло, можно даже сказать. Взведом. Теперь я вам пожму руку. Вот этого, вот этого не помню. Я просто, почему Александр Третий лезет, потому что, ну... Адмирал Третий, этот самый... Почем? Столб, в общем, на Дворцовой площади. Иными словами, он сотворил мир. Сотворил мир, как еще одним словом сказать? Ну, нет, мир он македонский. Не, не, македонский. Короче, просто сотворил мир. Македонский он просто творил. Все верно? Да, Александр Второй. Ну, все тогда. Поехали. Сейчас будет реклама. Посмотрите, буквально две минуты. Можете перемотать, если неохота смотреть. Реклама спортзала сейчас будет или что? Наушников CGPods. Тюменский CGPods становится самым настоящим стандартным беспроводных наушников в России. Избегая крайности Xiaomi наушников и Apple по всем параметрам. Тюменский CGPods устанавливают новый стандарт разумной цены на беспроводные наушники. 5000 рублей. Это в 4 раза дешевле, чем у Apple. С их совершенно неадекватной ценой, ребят. У CGPods есть интересные фишки, которых нету у Apple и у Xiaomi. CGPods это неубиваемые наушники. Кейс из авиационного алюминия. Выдерживает 220 кило нагрузки. Это просто неубиваемый материал. У тюменских наушников есть влагозащита. У Apple нету влагозащиты. Тюменцы устанавливают эталон звучания благодаря здоровенным динамикам на 10 мм. Тюменцы берут для своих наушников все самое лучшее от других брендов. Например, микрофон у CGPods. Такой же, как у Apple ушей. Прямо с того же завода. И также чисто передает звук. Золотой стандарт эстетики тоже за тюменцами. Выпускают CGPods сразу в пяти разных цветах. В супер приятных на ощупь софт-тач кейсах. Тюменский бренд устанавливает новый золотой стандарт сервиса. Все гаджеты Кейс Гуру при поломке не ремонтируют, а меняют на новые. Ты можешь прямо сейчас отсканировать QR-код. Или в описании переходи на ссылку, где будут беспроводные наушники CGPods. И ты еще можешь получить скидку по промокоду НЕГОТВ. CGPods. Everybody together. Because... Столица страны Восходящего Солнца. Так, Восходящее Солнце. Где там... Забегаловки эти поганые вот эти. Японские... Понатыкали целый килограмм. Какая страна, да, вспоминаешь, сначала называется? Столицей Восходящего Солнца. Ой, Страной Восходящего Солнца. Подождите, Страной Восходящего Солнца? В Китае. Нет? Да, Япония. Да, Япония. А вот эти рейстики беспонтовые. Ну, на Токио. Жрать там невозможно. Ну, на Токио. Блестяще. Правильно? Да, абсолютно. Абсолютно. Как мы с тобой. Блин, так без бабок останешься. Без бабок останемся. Наша передача... Ладно, оставим. В Зоне Риска. С такой раздачей бабок. А потом распили. Что пожелаете телезрителям вообще в целом? Какое-то напутствие будет. Я хочу желать счастья, здоровья в наше такое непростое время. Берегите себя, берегите близких. Ну, не забывайте улыбаться, правильно? Не забывайте улыбаться. Вообще в целом. Все, спасибо огромное. Благодарю вас. Супер было. Отрицающе. Блестяще. О, а давайте-ка поучаствуем в нашей передаче. Евгений, смотри, проблема у нас с эфиром. Придется тебе оказаться в неожиданной роли отвечающего, а не задавающего вопросы. Давай попробуем. Сколько букв «С» в слове «высокопревосходительство»? Что это за слово ты выбрал? Высоко что? Более того, я его придумал. Я его создал. Еще раз. Высокопревосходительство. Высокопревосходительство? У тебя получится, брат. Высокопревосходительство? Высокоприхвостительство. Ну, три или четыре? Три. Или? Четыре. Четыре штуки. Четыре штуки. Давай, вовремя. Высоко. Сколько буквы «С» в слою «высоко»? Высоко один. Привоз. Привоз один. Ходительство. Ходительство один. Ходительство один. Один плюс один. Три. Ну, хорошие. Все, три. Конечно, три. Ну, это же... Ты молодец. Спасибо. Просто надо провоцировать, чтобы ты... Все, я понял. Ты хороший ведущий. Ты молодец. Буду когда-то. Как вы думаете, почему Александр является сегодня ведущим этой передачи? Расскажи. Я сам не знаю, если честно. Расскажи, что теперь я работаю в компании Фельхаус продюсером. Давай сделаем эту ненавязчивую интеграцию. Фельхаус? Ну, да, конечно. 50 тысяч. Чем занимается компания? 50 тысяч рублей. 50 тысяч? Стоит интеграция. Чем занимается компания Фельхаус тогда, Евгений? Это директор, Александр, директор компании Фельхаус, в которой ребята делают модульные дома. В описании будет ссылка на те каналы, где крутые видосы, а они крутые, потому что их делает кто? Я. Нет ответа. Кто же еще? Я. Следующий вопрос. Блестящий. Следующий вопрос будет касаться литературы. Можно на карту. Какое лекарство являлось самым любимым для Карлсона? Варенье. А подумать? А потроить? А сделать интригу? Ввид, что ты не соображаешь вообще? В связи с тем, что я очень умный человек, потому что у меня несколько неполно-высших средних образований, незаконченных почти, поэтому я могу позволить себе отвечать без думания. Как называется тогда, расскажи нам, если ты такой умный, произведение, в котором, соответственно, Карлсон, один из главных героев? И кто написал? Дальше будет вопрос. И кто мать того, кто это написал? Давай так, тогда пойдем. Лунгрен. Адольф. Он Дольф, правда. Адольф. Лингрид, Астрид, Лунгрен. Пока все верно. Пока все четко. А так, Карлсон, который живет на крыше. Да. Блестящий. Да, малыш Карлсон. Малыш Карлсон, который... Астрид Лингрен. Это девушка или мужчина? Это женщина. Значит, на гербе России... Орел. Орел. Тебе еще вопрос? Сколько у него голов? Две. Почему? Потому что они смотрят в разные стороны. Корона Российской империи, Мстители, Неуловимая вторая часть. То есть... Две головы орла символизируют собой вторую часть Мстителей. Будет музыкальный вопрос? Это он и был. Ты просто подхватил эту мелодию. Какой океан самый большой по площади? Тихий. Ну, это как-то просто, да, для тебя? Проскочили как-то элементарно. Давай шестой вопрос. Шестой вопрос? Давай какой-нибудь самый сложный. Самый сложный вообще из всех, которые есть? Тогда сколько букв в слой продюсер? Ну, там точно одно «С». Ну, «Про» — это три буквы. «Ю» — это пять, «С» — шестая, «Ер» — семь-восемь. То есть, одна «С» в этом слове? Да, да. Вас не подловить. Блин, как здорово. Сегодня я, короче, позволю себе купить, наверное, в магазине какую-нибудь там ромбабу. Здесь важное дело. Есть очень важное дело. Нужно ответить на пять вопросиков из школьной программы. Обязательно получить денежку за данное мероприятие. И потом уже спокойненько продолжать. Сможете? Давай. Первый вопрос по русскому языку тогда сразу видно. Человек деловой? Да, конечно. Если что-то не будет получаться, я рядом. Хорошо. Роль Евгения сегодня подсказывает, поэтому он будет подсказывать. А моя, соответственно, задавая вопросы, что я и делаю. Сколько букв в слове «продюсер»? Десять. Это же был этот вопрос. Десять? Это же был этот вопрос. А мы тебя вырежем. Те два и все. А, вырежем, да? Да. Десять. Как посчитали? Да не знаю, просто чуйка. На ощущениях, да, так двигаетесь по количеству букв? Ну, это правильно или нет? Нет, нет. Еще вариант какой-то. Давайте так. Девять. Давайте четыре варианта просто предоставлю. Значит, первый вариант – десять. Второй вариант – десять. Третий вариант – десять. Четвертый вариант – восемь. Восемь. Все-таки восемь. Отлично. Как посчитали? По слогам. Продолжите пословицу. Кто старое помянет, тому? Вон. Я говорю, что-то вон. Тому вон. Но что вон? Ким Дон вон. Подождите. Кто старое помянет, тому глаз вон. Абсолютно. Нет. Да, да. У тебя своя версия, у тебя своя версия. Тому глаз вон. Задача – не изобретать пословицу. Глаз вон. Хан. Теперь вы понимаете, почему пришлось менять ведущего. Этого сейчас заберут. Глаз вон. Сколько раз в году встает солнце? 3065. 365. Да, абсолютно верно и точно. Но есть… Но иногда есть высокосный год. Высокосный, абсолютно. Что-то не так? Иногда это… Инкубатор. Возмездие. На один день просто больше иногда. Високосный год – 366 дней. Ну, абсолютно верный ответ – 365. Почему… Ты, Игорь? Нет. Почему князь Руси всел от Большой Гнездо, получил такое прозвище? Без понятия. Я знаю. Какие-то, может, версии? Построил дом какой-то большой. Близко, очень близко. Для кого? Для себя. Большой дом для себя не очень практично. Если я тебе подскажу, пятихатку у меня отстегнешь. С выграша. Возможно. Да крути, пожалуйста, версию. Большой дом для кого построил? Для народа, для птиц. Он, получается, со всем народом хотел жить, правильно? Он хотел настолько большой дом построить, чтобы со всем народом под одной крышей жить. Примерно такая версия? Примерно. Примерно. Для кого дома строят? Ну, вообще, в целом люди, чтобы... Для жителей, для себя, для себя, для семьи. И для народа, соответственно. А, для семьи все-таки. Ну, да. И, соответственно, большой дом. Большая кто? Семья. Абсолютно. У него было очень много детей. 12 человек. Помимо того, что их надо было кормить, соответственно, их еще и надо было расселить. Поэтому большой дом. Правильно? Модульные дома в описании. Красивая интеграция. Директор Александр рядом со мной стоит. Я продюсер. Последний вопрос. И отпускаем. Готов? Настрой есть? Да. По географии. Двигаемся? Давайте. Как называется прибор для определения сторон света? Компас. Абсолютно точно. Молодец. Касик сейчас пока найду. Расскажи, где учишься, работаешь? Все делаешь? Я учусь в школе. 175-й. Какой? 175-й. Это здесь? Нет, это на просвещении. Кому привет передашь? Маме. Маме? Да. Маме привет. Моей? Всем. Всем матерям. В каком-то классе. Очень здорово. Что вы едите вообще? Восьмой класс. Я подумал, что тебе лет 40. Ладно, все. Давай, учись хорошо, братишка. Спасибо огромное, лучший. Обалдеть. Восьмой класс был. Пять вопросов в шестикольной программе и забирайте тысячу рублев. Хорошая сделка. Программа? Да. Очень простые. Ну, пожалуйста. Не, я снова давно загружу. Я буду подсказывать. Ну, один вопрос. Один вопросик. Прогоним. Если пойдет хорошо, то до пятерочки добьем. Подсказывать. Назовите один из падежей, который есть в русском языке. Один из. Именительный, родительный, дательный. Браво! Второй вопрос. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Кто автор? Пушкин. Александр Сергеевич. Уровень этих вопросов вас унижает, правильно? Я понимаю. Не, не. Нормально? Не торопись. Помедленнее вопросики задавай. Хорошо. У лукоморья дуб зеленый. Это уже было. Извини. Хотя давай перезапишем, давай. Может ли при умножении двух чисел получиться ноль? Нет. Почему? Ну, потому что что умножается на ноль, получается... Ну, а я имею в виду, что умножается на ноль, получается ноль. Значит, да. А соответственно, ответ да. Да. Четвертый вопрос. Из чего на Руси делали деревянные дома? Из бревна. И? Ну, это я... Я погнал. Следующий вопрос. Пятый вопрос. Что разделяет полушария земли друг от друга? По географии и разбегаемся. Экватор. Блестяще. Я уже сразу просто за деньгами потянулся. Я знал, что все получится. Спасибо. Ой, надо же. Это за вопросы? Да, конечно. За ответы. За ответы? Ну, конечно. Ну, огромное спасибо. Подождите, подождите. А что вы такая шикарная? Вот это у вас все такое красивое здесь. Расскажите. Будьте счастливы. Подписывайтесь на канал Негодяй ТВ. Следите за новыми выпусками. Поддерживайте комментариями, лайками. Чем еще? Возгласами, наверное, яркими. Да, какими-то одобрительными. Примерно так. Да, если вы не знаете, что вам написать в комментариях, напишите ИНИ. Или Валентин, как вариант. Ну, просто. Валентин не пишите. Спасибо вам большое. Всем обязательно. Мир. Пис. Тугетер. Хомут. Хорошее завершение. Все, что это было классно. Все. Я пойду. Данец.